Чтобы вы понимали уровень, к кому мы сейчас едем. Малой, которому 6 лет, я организовываю тусовку для вас. Бери самокат и погнали наделать. У меня есть кошелек с бабками. Считаем, сколько денег у Влада Самокатчика в кошельке. Какой трюк ты хочешь сейчас попробовать? Секретный. Секретный трюк? Ты мужик, ты сделаешь. Мама! Ты мне говорила, что он пробовал бабок флипа в поролон. 500 рублей бабок флипа. 1800! 1800! Мне надо нау покупать! Давай, давай, заходи. Ну, здорово. Короче, чтобы вы понимали, я с Севой договорился встретиться в 11 часов. Сейчас 11.22. Сев, что за дела опять? Поезд. Потом подписчики спрашивают, а где Сева? Почему его нету? А Сева опаздывает и косячит просто жестко. Ну, это реально не дела. Ой, 20 этаж, лифть ехать, так я не люблю. Это реально не дела, что ты угораешь? Все реально хотят, чтобы мы снимали с тобой ролики. А в итоге получается так, что ты косячишь, не приезжаешь вовремя. Я ему несколько раз сказал о том, чтобы он не опаздывал. Сегодня важный день. Мы едем снимать, у нас время ограничено. Напишите ему в комментариях, чтобы он не опаздывал, если хотите, чтобы он участвовал в моих роликах. Сев, ну реально, ну что за дела? Не, ну я задерживаюсь, не опаздываю. Ты мог выйти заранее. Короче, мы уже дома, и сегодняшний ролик будет о том, как я поеду к Итану, и наконец-то мы проведем нормальную тренировку. В прошлом выпуске, когда мы с ним снимали, был акцент немножко на другом. Это была не тренировка совсем. Сегодня для мотивации я подготовил денег для Итана, и поэтому он захочет прогрессировать, и сегодня что-нибудь научиться. В общем, посмотрим, что сегодня будет, а мы начинаем. Грубай, Сев, как у тебя дела, и рассказывай. Вот примерно так. Такие вот движения у меня. Смотрите. Это была... Щегол. Покажи, покажи. Блин, я не показываю это. Ты где их нарыл вообще? У меня не только такое есть. У меня целый архив твоих, вот, старых. Блин, капец. Вот это вообще, это реально, когда я только-только начинал кататься. И, честно говоря, блин, тогда, ну, время было непросто, и было сложно. Ну, я даже не хочу вспоминать эти истории, но я никогда о них не рассказывал. Просто никогда никому. Ну, чувствовал я себя тогда реально не очень. У тебя было такое? Ну, да. Ну, сейчас я тебе, наверное, расскажу, поймешь. Короче, это время, когда я купил свой первый самокат. Чтобы вы понимали, когда не было денег вообще. Я пошел работать к своему знакомому. Заработал какую-то часть денег, какую-то часть мне добавила мама. Я вот купил свой первый самокат на авито, бэушный. Знаете, вроде бы все круто, моя мечта сбылась, но было одно но. Я смотрю вот на этот самокат, я выезжаю на улицу, чтобы покататься. И я понимаю то, что мне кататься просто не с кем. Я просто боялся приезжать в скидкар, потому что меня могут как-то осудить. Ну, прогнать, может, я кому-то помешаю. Ну, какие-то такие ситуации. Тогда было мне, ну, очень одиноко. Я вчера рассказывал эту историю в сториз, и у меня даже руки дрожали, когда я рассказывал. Короче, было просто жесть. И этот период у меня длился на протяжении года. Вставал специально в 7 утра, чтобы поехать в скейт-парк и покататься одному. Вот, смотрите, я просто ставил камеру. В скейт-парке никого. Становился и снимал свои трюки какие-то. Потом обратно приезжал, вставил на паузу. И вот этот период у меня продлился один год. Сев, у тебя было, может, что-то подобное? Да, у меня была одна ситуация, короче, когда я голеностоп потянул себя. Я где-то 2 недели лежал дома, и после этого, ну, уже, когда на поправку пошел более-менее, я говорю, пацаны, поехали, покатаемся. Никто по каким-то там своим причинам не захотел, короче, ехать. Я поехал один, я также ставил камеру. У меня была GoPro-шка четвертая, там, или третья. Ну, не суть, короче. Я ставил так же камеру, просто снимал трюки. Ну, знаешь, что самое обидное? То, что это было на даче, и я катался просто около торгового центра. Вообще в соло, по плитке, и мне было очень досадно. Что ты делал вот после всего этого, что никто с тобой, ну, не ездил кататься, тебе было грустно? Честно говоря, тогда я понимал, что если я буду продолжать быть один, у меня не будет расти прогресс. Я не смогу дальше расти как-то в самокатном спорте. Мне нужны единомышленники, с которыми я смогу дружить, общаться, ездить на разные мероприятия. Вот как ты думаешь, что было дальше? Не, на самом деле я понял, я понял, к чему ты клонишь. И у меня тоже, когда вот этот момент был, когда перегорание, я понял, потому что у меня надо сменить резко компанию, например, круг общения, которым более интересно, ну, это же самое. Ну, да. Кататься. То есть не ребята, которые так вот поняли, ну да, может быть, ну-ка, ну-ка. А вот именно компанию ребят, с которыми мы и там, и там, и там, и движение, и какие-то видосики поснимать, и покататься прогресс. Короче, ребята, которые катаются тоже на самокате. Которые вовлечены в это более с головой, да. Короче, после этого я начал общаться, заводить новых друзей, ездить на разные мероприятия. И после этого мой прогресс, знаешь, он рос вот так, а потом он начал расти вот так. Прям вверх, да? Да. И я начал ездить на разные соревнования и занимать, вот практически на каждом соревновании занимал какое-то место. А там первое, второе, третье место у меня было. И в итоге я вошел в топ-10 лучших самокатеров России. Это из-за того, что я просто начал действовать, начал общаться, начал ездить на мероприятия. Вот такая история. Так что, ребят, если вы чувствуете себя одиноко, не чувствуете, все, все окей, все классно. Есть куча разных способов, как это изменить. Не показывай, что там. Там, короче, момент с моего видоса, который выйдет через п*** дней. Я беру вот этот самокат. И мы выезжаем в Рамстрой к Итану. К вашему любимому радеру, я думаю. Севай, блин. Севай, ё-моё. Все, давай я Севу буду снимать просто. И Сева сегодня будет кататься на самокате. И раз. Зря ремень покупал. За пятьсот косовей, блин. Короче, мама Итана скидывает. Прям сейчас они катаются в Рамстрой. Да, просто сальтуху дал. Чтобы вы понимали уровень, к кому мы сейчас едем. Малой, которому 6 лет. И он просто делает такие другие. Вообще жесть. Рассказывал историю, где моменты с одиночеством, когда у меня не было друзей. Мне кажется, у многих из вас были такие ситуации. Сейчас вы находитесь вот в чем-то подобном. Именно поэтому я начал делать мероприятия и создавать тусовки, которые могут нас объединить, вместе сплочить. И знаете, вот сообщество единомышленников, оно прям максимально влияет и максимально влияет на результат. Это во-первых. Во-вторых, это находите новых друзей. И классно проводите время. Классные конкурсы, задания. И вот именно поэтому я делал тусовку предыдущую на 49 человек, когда мы собираемся через миллион подписчиков. Это было просто что-то крутое, невероятное. И когда я видел счастливые лица этих детей, я понял, что мне нужно продолжать вот в этом двигаться и создавать такие тусовки. Ребята, у меня для вас хорошая новость. Уже 3 марта я организовываю тусовку для вас. И вы уже прямо сейчас можете забронировать ваши места. И в закрепленном комментарии я оставлю всю информацию для того, чтобы вы поняли, как все это сделать. Поэтому прямо сейчас рассказывайте родителям о том, что вот пройдет такое событие, 4 месяца я к нему готовился, и пропускайте, просто не пропускайте. Прямо сейчас действуйте. И чтобы забронировать свое место, родители должны написать по этому номеру в WhatsApp и забронировать свое место на эту тусовку. Будет ограничение всего 50 человек, больше мы просто там не поместятся. Вот прикиньте, тусовка называется «Горячие головы». Hotheads. Это будет просто настоящее приключение. Мы создали для вас уникальные сценарии, задания, игры. Блин, будет просто бомба. Прикиньте, весь скейт-парк будет закрыт под нашу вечеринку, под нашу тусовку. Будет автограф-сессия с Владом Самокатчиком, со мной. И конкурсы, и сюрпризы на протяжении всего мероприятия. Снимем совместно ролик на YouTube, там, и так далее. Будет много всего интересного. Чуть попозже я еще более подробно вам об этом расскажу. Поэтому прямо сейчас действуйте, рассказывайте родителям. Переходите в закрепленном комментарии или в описании. Смотрите информацию и бронируйте места. Прямо сейчас. Погнали. Хочу вас познакомить, я уже вас знакомил. Это мама Итана, Юля. Сразу. Добро пожаловать на наш YouTube-канал. И бери самокат, и погнали делать, друзья. В общем, погнали к Итану. Блин, я хотел дома. Твой разогнался, реально. Всем привет, подписывайтесь и ставьте лайки Владу. А кто не поставил, блин, вы чё? Зачем вы меня смотрите? Вы должны смотреть и ставить лайки. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Но мы уже смотрим Итан там. Мы направляемся именно к нему. Погнали. Иди сюда. Иди сюда. Это сегодняшний наш участник ролика. Посмотрите на него, какой он маленький. Он мне в руки помещается. Он... Вот такой вот. Трюк хочешь показать? Какой? Трюк. Какой? Интересный мне, не скажу. Интересный? Не скажешь? Ну давай, и показывай. У меня есть кошелёк с бабками. Я не знаю, сколько тут денег. Считаем, сколько денег у Влада самокатчиков в кошельке. 500. 500. 1500. 1800. 2800. 2800 ты можешь сегодня забрать. Изи просто, изи. Давай. Смотри, даю тебе 500 рублей, если добираешь за три попытки. Три попытки 500 рублей. Короче, Итан мечтает сделать бэкфлип через фанбокс. То есть перелететь всю вот эту вот фигнюшку и в самом конце приземлиться. Вон там, покажи, покажи. Снимай, снимай, снимай. Давай, 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 давай. Пятишечка в кармане, бэкфлип сделал. 500 рублей твои. На что потратишь? На сладости. На сладости? Реально? Делаешь фронтфлип, поролон чистенький. 500 рублей зарабатываешь. Нужно просто попробовать. Смотрите, ребят, как идут мои тренировки. Не рекламирую ничего, просто он уже размялся, он уже раскатался. Сегодняшняя наша задача, попробовать все другие, которые возможны. И уже понять, какие можно добрать, а какие можно оставить на дальнейшее. Начинаем с фронтфлипов, поролон. За 500 рублей, е-мое. Давай, 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 давай. Вот это фронтфлип, он почти сделал, да. Да, да. Послушаешь меня, как нужно делать его? Послушаешь? Точно? Ты же сам не умеешь. Я умею фронтфлип, и что? До пяти? Он думает, я не умею фронтфлип. Давай, если я делаю, ты мне 500. Ага, нормально, отразно получается. Давай, куда одного? Нет, давай, давай, вот ты не веришься. Давайте, ставите 10 тысяч лайков, мы играем с цитоном в Game of Scud. Но не до того, до пяти. Я два флипчика уже туда. Вынесешь? А ты думаешь, я бэкфлип не умею? Ты во мне сомневаешься, братан. Короче, фронтфлип, еще три попытки пробуем. Закручиваемся, руки выпрямляем. Подъезжаешь к ватеру, приседаешь и выталкиваешься. Вот, вот так выталкиваешься и делаешь фронтфлип. Ногами работаем, ногами. Вот. Смотри, с ногами сработал, уже есть. Единственное, не дал инерцию. Над этим нужно работать. Сейчас ты сделал все классно. Единственное, нужно резко вот туда. Резко прям, понял? Давай, пошел, пошел, пошел. Вот она, вот она, вот она. Закрутился почти до конца. Дал инерцию, дал толчок. Последнюю попытку пробуем. Сейчас было хорошо, кулак давай. Оставляем на потом. Идем дальше. Итан, ты готов дальше зарабатывать деньги? Трюки на резиновую панбокс. Ты мне сначала предлагаешь трюк, а я говорю, дают эти деньги за него или нет? Жопа грэп. Жопа грэп? Жопа грэп, ребята, уже видели. Давай прям докоснуться, прям чистенько сделать. Сто рублей даю. Сто рублей, ну блин, легкий трюк слишком. Не было, не было. Этот трюк ты провалил. Давай следующий трюк. Брай на фанк? Да. Квотере? Погнали. Сколько попыток тебе на Брай нужно? Я его не умею. А, ты не умеешь? Не умеешь? Ну ладно, попытки давай посмотрим. Дели. Юлия, у меня вопрос к тебе. Ты мне говорила, что он пробовал два бэкфлипа в поролон? Да. Он может попробовать, если ты его будешь доставать с поролона. Если он головой воткнется туда, ну чтобы не задохнулся. А как он делал? Он нормально делал, но в последний раз он воткнулся головой. Ну и, собственно, пока... Может, тогда лучше не делать его? Нет, почему? Не пробовать? Да, и мы попробуем, просто за ним в поролон. Только быстренько вытащим. Его, да, вытащим. Окей. Ну, у него нормально получалось, более-менее. Ну, проверим. На свой страх риск. Смотри, я могу дать тебе еще 500 рублей за то, что ты попробуешь два бэкфлипа. Страшно, да? Не, подумай, подумай лучше. Нет. Сказала, что ты уже пробовал. Или оставим напоследок? Давай напоследок. Давай напоследок. Ребята, досмотрите этот ролик до конца. Какой трюк ты хочешь сейчас попробовать? Секретный. Секретный трюк? Если он мне понравится, я тебе даю бабки. Флэр. Флэр, нормально. Он хорошо крутится. Единственное, от квотера не особо отталкивается. Соточку заслужил, я думаю. Ну да, фаралончик. За попытку Флэра секретного трюка 100 рублей. И убежал. Предлагай, предлагай, чтобы зрители офигели. Смотри, за фаралон. Давай, хороший трюк. Ты меня так близкий, не с тобой, брат? Было. По-моему было, да. Уже даже на пятой крутились. Хорошая попытка. Можно дать еще одну, чтобы он поймал прям. Давай, давай, переделаем. Смотри, вот ты помнишь мероприятие, на которое ты приезжал? Ко мне на миллион подписчиков. Помнишь? Как тебе понравилось там? Да. А че понравилось? Тусовка? Погнали, 4 випа. Поставил. Да, да. О, поставил в две ножки. Блин, офигеть. Две сотки заслужил, да. Я думаю, да, просто это будет честно. Ребят, ставьте много лайков и в следующем ролике мы будем все эти трюки пробовать на резиновый панбокс. На жесткий, там, плеер. Ну и какие-то такие трюки, короче. Самое главное, лайки. Лайки, комментарии. Придумайте также трюки в комментах, пишите. За 4 випа, две сотки получаешь. Спасибо. Спасибо, я ушел. Мама говорит, чтобы он мне деньги отдал. Я вообще это для него подготовил? Зачем? А, потом тебе отдать. Да? Все, окей. Тогда договор. Тебе некуда класть или что? Класть я тут. Ты мне потом одашь. Все, договорились, договорились. Все, окей. Не постанова. Я не хочу постанову снимать. Я не хочу, чтобы мне деньги отдавали. Он реально заслужил. Он сказал, попробуй третить фанбокс. Просто, просто попробуй. Можно без денег говорить. Да, Сава. Ну, 500 рублей еще слишком много. Была бы сотка, я бы сотку дал. Бар делаешь через фанбокс? Пятишку зарабатываешь. Ну, давай попробуем. Бар через фанбокс заставляет. Сейчас новый трюк всадит. Прям на раз-два. Смотри, чтобы вдаль лететь, нужно, когда ты подъезжаешь, ноги не вверх, а наоборот поджать. Едешь к нему и ноги поджимаешь. А как, бар в бар? А бар потом сам пойдет. Подожми ноги вначале. Ты когда вот тут к вотеру подъезжаешь, вот тут нужно присесть. Не выпрямлять ноги. Хорошо? Попробуй так, ты вдаль полетишь сразу. Сделал? Ну, сделала? Поставил? Спасибо. Как ты думаешь, ты заслужил 500 рублей? Нет. Не заслужил? Хорошо, идем дальше тогда. Я знаю, может что-нибудь в стриту поделаем? Поехали. Мы в стрит. Короче, в стрит мы не пойдем, там, мне кажется, не очень интересно будет. Сейчас мы приступим к самому главному, к чему мы готовились и договорились с того самого начала. У меня есть еще 2000 рублей, но давай 1000 рублей я тебе даю за два бэкфлипа. Хорошо. А не попытка. А вдруг ты плохо сделаешь? А, нет, подожди, подожди, иди сюда. Давай, я тебе даю 2000 рублей, если ты добираешь. Добираешь два бэкфлипа. Две ножки? Да. Нет? Нет. Одну дешевую. Подожди, подожди, иди сюда. 500 рублей за одну попытку. Торгуемся, торгуемся. Нет. Нет? Мы с тобой изначально договорились-то. Тысячу, тысячу. Тысячу? Я наброшу. Вот он денежный магнат, блин. Ну ладно, косарь за попытку, ладно. Но перед этим, секундочку, внимание. Бля, один вопрос. У нас было мероприятие, в честь одного миллиона подписчиков, там было 49 человек, и Итан был на этом мероприятии. Подожди, почему ты его туда пустила? Он долгое время, когда узнал по поводу этого мероприятия, долгое время за мной ходил и упрашивал меня туда попасть, потому что он смотрит твои ролики. Итан, давай, присоединяйся. Почему ты захотел пойти к Ладну на мероприятие? Там классно было. Там классно? Там действительно было классно, все дети были довольны, и мы даже не ожидали, если честно, что было. А еще и вкусно готовили. И потом кучу подарков раздали. Ну и в целом, я не помню, сколько, два часа оно длилось? Ну, два-три часа. Два-три часа, и пролетели, ну, просто как пять минут. Поэтому мы ждем следующего. Кайф, кайф. Короче, это отзыв от мамы, сына, который приезжал на наше мероприятие. Короче, все довольны, все отзываются так, потому что я прям реально в шоке. Короче, давайте, ребят, я вам расскажу, что будет вообще на тусовке. Тусовка называется «Горячие головы». Это мероприятие для моих подписчиков любого уровня катания, неважно, новичок ты или профессионал. Оно состоится 3 марта, в пятницу вечером в 18.00. Мы начинаем это событие с закрытую вечеринку. Это мероприятие пройдет в закрытом скейт-парке Банихоп на речном вокзале. Для вас мы создали уникальный сценарий игр и заданий. Каждая игра длится 20-30 минут. И после окончания каждой игры вы сразу же начинаете и переходите на новую локацию и новую игру. То есть закончилась одна игра, начинается сразу другая. Наша цель это сделать так, чтобы каждый ребенок участвовал на 100%. Будет всего 50 участников. Всех 50 участников мы делим на команды. По 5 команд. Одна команда 10 человек. Там будут бешеные гонки в скейт-парке, машинах Hot Wheels. Боулинг с другом на самокате. Игры на скорость по фигурам скейт-парка. Кастомизация и творчество. Конкурсы и призы на протяжении всего мероприятия. Также автограф сессии с Владом Самокачиком со мной. Буду вас ждать. Классно пообщаемся, потусим, покатаемся. У каждой команды будет свой наставник, который будет вас сопровождать во время конкурсов и игр. Мероприятие будет длиться 3 часа. 3 часа, прикиньте, мы будем тусить, кататься, проходить разные игры, получать призы за них. Также будет фотограф, который будет вас фоткать. Будем делать совместные какие-нибудь классные фоточки. И потом сделаем целый отчет с этого мероприятия и с фотографиями. Самое главное, все это будем снимать на YouTube. Выпуск от Сева приедет. И, блин, такой видос с ним офигенный. Так что каждый, я думаю, попадет. Постараюсь, чтобы каждый попал в этот выпуск. Еще вы не проголодайтесь, потому что мы подготовим еду, напитки. Ну, короче, классно покушаем. Ребята, приезжайте на это мероприятие. Я вас приглашаю. И чтобы на него попасть, нужно рассказать своим родителям о том, что будет эта тусовка. Можно показать им этот ролик. И в описании я оставлю все контакты, есть информацию, как записаться и как забронить место. Как раз я вам расскажу. По вот этому номеру WhatsApp родители должны написать и сказать, мы хотим поучаствовать в этом мероприятии. Расскажите нам подробности. И вам все пришлют и забронируют вам место. И такую тусовку устроим. Ё-моё, не сдобровать. В общем, я вас жду. А мы продолжаем. Давай, собирайся. Ты мужик, ты сделаешь. Это поролон, ничего с тобой не случится, мы тебя сразу достанем. Давай, пошел. Когда я делал два бэкфлипа. Когда я был маленьким, нам тогда приходило стога. Я просто умирал, реально. Меня заставили их сделать, это очень страшно. Давай. Ой-ой-ой. Воткнулся в поролон. Ты очень круто сделал. И я тебе хочу сказать, тебе чуть-чуть оставалось, чтобы добрать его. Я с кем разговариваю? Так и не думай. Я тебе тысячу рублей обещал за попытку. Твои тысячи ты получаешь. Да. Давай я сразу в другой карман. У тебя есть еще попытка двух бэкфлипов. Если ты четко ставишь, я тебе еще тысячу даю. Два бэкфлипы, ты готов добрать? Два. Готов. Готов, готов, пацан. Смотрим. Делаем последнюю попытку двух бэкфлипов. Добавляем группировку. И рище закручиваемся. Все. Надеюсь, он сделает. Подписывайтесь на Влада собаканчика. В конце он разгруппировался, выпрямился. Из-за этого ему не хватило вращения. В целом можно на следующий раз перенести. Тоже, ребят, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И все. Я тебя хочу поздравить, ты молодец. Справился со своим страхом. Это все деньги, которые ты заработал. Тысячу восемьсот на что потратишь? На сладости. Все на сладости? Тысяча восемьсот на изи сегодня. За часик чисто заработал. Красавчик, красавчик. Мне мама за жесткий бэкфер дает каждый раз по две тысячи. По две тысячи за жесткий трюк, да? Ставь лайк, если тоже хочешь, чтобы тебе родители, родные или кто-то давал. По две тысячи рублей за каждый новый трюк. Сколько у тебя там? Тысяча восемьсот. И все на сладости? Да. Сколько ты это выиграл? Тысяча восемьсот. Что же все сладости сожрет? Мне надо новую покупать.